Я вас сегодня зову по такой программе необычного взгляда на алкоголь В хорошей компании, да, с пьющей бабёнкой С маленькими сиськами У нас тема, тема, всё, это, ну, не остановите меня тебе Нет, всё, ребята Такой, в общем, там внутри космос ещё, оранжевый Потому что в нашем деле главное немножечко припиздить Я тебе сейчас столько расскажу Нет, на Париж правда была Первый комментарий, который был под моим выпуском из Иривана Ну что, свалил? А почему ты не сваливаешь? А зачем? Я понимаю, меня не отпускают те, у кого нет сисек Но зато они компенсируют себя чем? Ну, другими шлющими выходками Это мы уже знаем Это мы уже знаем Танечка, наша боже Поскольку Мариночка как раз свалила И где-то там они на мотиках по Турции путешествуют На мотиках? На мотиках Но она из мотоциклетной тусовки Сучка тоже крашена, понимаешь Тогда ладно Будем считать, что у них просто зима Мы Танечку проэксплуатируем Танечка сегодня наметил маршрут Хренеть, блин Мы его, надеюсь, одолеем за час Хотелось бы Да, мы находимся на улице Восстания Который упирается в Площадь Восстания И сегодня у нас будет Восстание умов и всего остального Может, Знаменскую по старинке Ну, можно Знаменскую Вернем туда императора Потому что без коня и жизни Ты знаешь, на самом деле был же проект, кстати Вместо этой стелы поставить императора обратно Обратно Да, но я, кстати, в данном случае не поддерживаю его Мне кажется, эта стамеска там вполне себе Архитектурно все-таки как-то заземляет Заземляет, да Ну, Танечка, веди нас Я тебя, знаешь, как сегодня хочу отвезти? Вот как раз таки если бы Отведи меня, отведи меня, Джо Если приезжают к тебе, например, гости Званные или незванные Они в любом случае прибудут на Московский вокзал Туда, на бывшую Знаменскую площадь Ныне на площадь Восстания И, скорее всего, хочется куда-то отвезти И вот, Коля, знаешь, прочитала я несколько комментариев О том, что, значит, пьющая мать горе в семье Так вот, во-первых, нет А во-вторых, есть... А вот нет, что, не мать или не пьющая? Не пьющая Дело не в том, что она пьющая Горе там по другой причине Потому что вовремя надо, понимаешь, держать этот уровень алкоголя Так я всегда говорю, что проблема алкоголизма не в алкоголе, а в дозе В дозе, ребята Именно поэтому я хочу тебя познакомить с такой культурой, как собер-бары Собер-бары Собер, да, трезвые с английского Никуда нам не деться от этих Культура начинается в Нью-Йорке, Лондоне Заключалось в том, что, значит, либо бары алкогольные на один день прекращают продажу алкоголя Делают безалкогольные коктейли, но на основе алкогольных безалкогольных напитков То есть, типа, игристые, оно безалкогольные, мартини, оно безалкогольные, там, и же с ними А есть полностью безалкогольные бары, типа, ну, как бы, вот это все про потребление, про то, что, да, мое тело хранит... И там резиновые женщины лежат Я надеюсь Так вот, хочу тебя познакомить с заведением питерским, которое такие позиции предлагает И поэтому для непьющих сам Бог велел нам пойти продегустировать, что же там будет происходить Ну, мать, веди нас Так, тут снова будет женское царство Здравствуйте, нам буквально к стойке коктейльчик выпить и все Вы не бронировали, да? Нет, мы не бронировали Ну, я вам предупреждала, что я бреду Девочки, в курсе Я пыла, но, может, мы все с вами забрались? Нет, на барную столько раз А нам не надо брони На минутку Да, мы буквально... На минутку Спасибо Мы буквально на столько на... на минутку Ровно на столько, сколько я занимаюсь сексом обычно Ровно на минутку Мне кажется, он заигрывает с любителями погорячей Здравствуйте, девочки У нас... А это не пальто С пальто мне уже помогли Да Нам бы ваше меню И, значит, что здесь происходит? Как видно и понятно, заведение с итальянской кухней Значит, и коктейли, вот это все, и вот это все Это будет у них про Италию Но меня интересует именно вот эта вот позиция В меню Давай, позиция Нужны с напитками Не, нам одного достаточно Напитки сразу Или все здесь Все здесь А где коктейли? А, вот они И вот смотри Вот как раз у нас есть алкогольная, да, Карл? Ты можешь выбрать все, что угодно для себя А вот эти Вот смотри На безалкогольном вермуте Давай выберем Значит, выберем Выберем, смотри Если из безалкогольных То, мне кажется, ну, само собой для девушки В следующий раз вы пойдете Конечно, Беллини Это классика И здесь она будет все по классике Хорошо Но на безалкогольном Девушка, можно нам, пожалуйста, безалкогольный коктейль Беллини? Один 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 С Беллини Начинаются любые итальянские вечера, знаешь А чем они заканчиваются? Не Беллини Не Беллини Ни разу Ни разу Не Беллини Нет Нет Все Да, конечно Ты пошла учиться на монтаж Курсы Бриллин Фильме И, между прочим, посетила, я знаешь, какую выставку В пятом павильоне Это, наверное, самый большой Там две тысячи квадратных метров Выиграли грант Значит, там большая компания ребят, которые делают вот эти все сцены для фильмов И называется Я даже не знаю, как это назвать Это не выставка Ну, пускай мы оставим выставку Рассказывает про кинооператоров, которые трудились на фронте И про Великую Отечественную, соответственно, ты заходишь по местным сражениям Каждый павильон тебе рассказывает о том или иное сражениях И приводит тебя в конечном итоге во взятый Берлин Я прослезилась, Паша Потому что, ну, оказаться даже в декорации разрушенного города Тем более, я ходила с ребенком Вообще, просто У меня есть, на самом деле, какие-то полинфильмы с режиссером Козловым Можете посмотреть Оно есть по листе Правда, в другом Экскурсия по Петербургу называется А ты, соответственно, это же изучаешь с какой-то целью Ну, что? Ну, вот, ты на монтаж пошла, ты хочешь что? Ну, конечно, слушай, во-первых, в сфере нашей замечательной У тебя вот как с набором экскурсий? Ты знаешь, грех жаловаться Ну, у тебя и формат У меня столько лет отработала с иностранцами И поэтому, понимаешь, у меня российские контакты, рынки и целевая аудитория Она, в общем-то, как бы, набирает и набирает И мы сейчас то, что делаем, и лекторные клубы, и экскурсии И вдобавок у меня экскурсии дорогие в себестоимости У меня же задействованы актеры Какие-то заведения, напитки включены Помощники обычно всегда с реквизитами есть И, то есть, ну, она не может стоить тысячу рублей, к сожалению А, ну, как бы, удешевлять этот процесс, это значит их всех убирать Это значит убирать очень тонкие и красивые моменты Поэтому мы, вот, как бы, в такой печали Я решила, что надо куда-то вдевать это из головы Хочешь потренироваться? Хочешь снять клип? Участвую в твоем клипе? Я буду голый Вот, голый в семье, вот, а не алкоголь А хотите, я вам покажу, на самом деле Он меня, понимаешь, без подготовки, понимаешь, людям без подготовки Ну, это чуть позже, понимаете, мы же закончим в кабаре, Паша Так, ну, теперь ты не отвертишься, пей Ну, да, это-то я выпью, да Смотри, заодно можно провести трясутся ли у мужчины руки Ну, как? Я понимаю, что я ни хрена не кулинарный критик Вот эти, знаете, а-ля фонсе, когда они там приходят, начинают В каких-то коктейлях я шарю, а в каких-то нет Вот скажи свое мнение Ну, тут у меня в отличие, у тебя трясутся руки и поэтому я думаю У тебя трясутся руки, ну, сейчас ты выпьешь потом нормального и у тебя... Ну, это мандраж перед тобой Слушай, ну... Ну, знаете, все-таки не обмануть, конечно же, рецепторы алкоголички Да-да-да-да-да Мы поржали, потому что Олега на прошлом видео, значит, кто-то назвал, говорит, кто за них ходит И мы решили, что мы алкоголички и маньяк, порядочная пара из Петербурга Так что, в общем, ну, мне не хватает, конечно, вот этих пузырьков Вот этой вот как бы... Вот поэтому я не мог, когда я бросал пить, я не мог после пива пить без алкогольных пивов Слушай, с другой стороны, подобного рода история, во-первых, обезопасивает тебя Как можно сказать, о безопасности? Вы спорите Вот, например, непрошенного вопроса Например, когда я была беременна, и мы не хотели говорить про беременность Было слишком рано, а было мероприятие большое И если бы я совсем стояла, там, с чаем или с водой, я бы вызывала в два раза больше вопросов Типа, что не пьешь? Поэтому мы бы берем не буду для алкогольных вина Никто не понимал, что они были алкогольные Наливали их только мне И, в общем, я была, то есть, да, с бокалом И включила все вопросы И, соответственно, никому не навредила Себе, не ребенку, в общем, как бы... Когда ты принимаешь антибиотики Девушка, можно расчет? Когда ты, в принципе, не пьешь А у тебя, да, то есть, ну, как обычно, этикет гласит Мол, как бы не надо отказываться Взяли бокал, не пейте, вам не будут подливать И ты с этим бокалом ходишь Ну, как бы, ты чувствуешь себя максимально неловко А если человек не пьет именно по-другому Представляешь, ему соблазн какой? А он знает, сейчас один бокал И аватар у него все А это какая-то дизайнерская история? Это моя прелесть Итальянская бижутерия Я просто вижу своим тупым пролетарским взглядом, что это что-то... Это... Как сказать? Мои любименькие Знаешь, его по-разному называют Более традиции насыпать Ну, что уж там, пойдем поставить, да? Кокаин в кресты Поэтому многие Старые гвардии Видят в этом свое Но я вижу, что будет красивая бижутерия Хорошо сделана Которая не зеленеет, не желтеет А всячески радует, видишь, глаз твой Не сгушевая Понятно, а ты-то когда сюда приходишь, ты бы сказал, что употребляешь Карты будьте добры Да, и мы потихонечку Кепка Ну, а так, смотри Пятница Вечер, да? Сколько сейчас? Семь А уже подальше Спасибо большое Так, сейчас меня вернут Давайте я за вами поухожу Мне кажется, надо Дождаться Ищите Ищите, Шура Ищите пальто Ну, оно у тебя узнаваемо? Я хочу норковое мантово Ну, возьму вот это Давай Раз уж мы по такой экологии, понимаешь, пошли Написки безалкогольные Ну, это в самом начале Мика Эхо Благодарю Давай мы его выключим Итак, мы вышли на улицу Мы, кстати, здесь уже были в прошлый раз с другой Татьяной Проходили мимо этого дома архитектора Хренова Где написано это Ты расскажи лучше про вот этот чудесный дом Паша, что вообще за традиция? Значит, вот эти маленькие дома, ты же знаешь, да? У нас исключительно люди узнают об архитектуре и истории Благодаря Инстаграму Ну, или ТикТок Я не знаю, сколько сейчас популярен ТикТок по-прежнему Ну, в общем, маленькие дома Маленькие дома Самая узкая улица Самый там маленький короткий дом Вот этот вызывает у меня восторг Потому что все маленькое Вызывает у меня восторг Ой, так у нас с тобой все получится, детка Я с маленькими на минутку Прям вообще твой вариант Вот я про это Про Хренова, да Слушай, я хочу тебя расстроить, деточка моя Эта часть еще Здесь стоял дом, на самом деле Вот на этой площадке Да, да, это кусок другого дома Я понимаю, да, пойдем Поэтому, к сожалению, история очень тривиальна Я об этом узнал из замечательной книги Ныне покойного уже Арсения Дубина Это у нас такой был краевед, который работал архивариусом Я был у него в гостях на Владимирской И он реально Ну, в хорошем смысле архивная крыса И он про каждый дом По два-три листа Ну, там, знаешь, прям вот это вот Я Отставной поручик Продал Страсть, как люблю эти истории И всегда есть прикроватная книга Знаешь, прикроватная книга Ну, на тумбочке прикроватной Я этот человек в ночи Уже вот не про это вот все Которая рассказывает про архитектуру Или берется история одного какого-то конкретного дома А еще лучше, если в этом доме происходила какая-то история И вот в таком формате особенно запоминается И легко читается Ну, вот это на самом деле тот формат, который надо подавать Но, к сожалению, у нас Исходя из классической методологии еще советской Против которой я лично ничего не имею Просто она морально устарела Там тебя обязуют сказать А. Годы постройки Б. Архитектора С. Стиль Еще какую-нибудь хрень При том, что на самом деле Большая часть этой информации Она абсолютно никому не нужна, не интересна И она вот в одно ухо влетит, в другое вылетит А то, что ты называешь Это называется малая история Это направление, которое придумали в свое время французы Вот Потому что большая история нам гласит о том, что вот Наполеон вышел и победил А малая история говорит, что перед этим ему там, не знаю Сделали неудачный минет Вот Вот Так вот Собственно, мы сейчас только что нашли краеугольный камень войны Ну Я не буду произносить слух, что нужно для того, чтобы в мире образовался мир Слушай, ну краеугольный камень это всегда маленькие письки и деньги Вот, не знаю почему и я с моей маленькой писькой войны не хочу Может быть Ах, вечер перестает быть топным Может быть Потому что у меня нет такого количества денег Или может быть я не хочу такого количества денег А мне кажется, ты не хочешь такого количества денег Потому что ты обманываешь кого-то с писькой Смотри, какова красота значит Это Леонти Бенуа наш лапочка построил Замечательную, как он сам назвал ее, симпатичную часовенку Она вообще должна была быть построена по другому проекту Компания Батиньоль, строившая наш замечательный мост тройский Отдала с барского плеча материалы И вот оно ушло сюда А мы идем Мы идем тоже в весьма популярное место Но популярно ресторан-сыровар Потому что если бывали тут летом У них совершенно волшебная летняя терраса, дворик И сегодня мы ее трогать не станем Я вас сегодня зову по такой программе необычного взгляда на алкоголь Поэтому я зову вас в японское место С максимально традиционной подачей И чтобы вы знали Традиционно суши и вообще к рису Женщина прикасаться не должна Температура тела выше Руки теплее у нас Чтобы на всякий случай Рыбу сырую не провоцировать То соответственно готовят их мужчины В общем-то здесь то же самое Поэтому нам вот в тот уголок И хочу познакомить вас с фестивалем саке На саке готовят коктейли Жалко нас нет Мариночки с нами Она прям такая Она нас водила в этот В бар где прямо весь The whole range of саке Представлю Привет Мы к тебе Так куда-нибудь в укромное Например вот сюда Мы пойдем туда Да Мы буквально ненадолго Мы к вам приехали Мы к вам приехали Я рассказываю Знаешь про то Как холодными руками На вашей кухне Готовят традиционно Вы бы ели тут их хлеб Я надеюсь сейчас Да Угостят Угостить хлебом конечно Хлеб в японском ресторане Это что-то действительно Интригующее Смотри Куда Куда удобно Давай сюда Давай сюда Да 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 Собственно Почему саке Почему саке Во-первых да Если брать вот такую Проходку условную То есть вот на вокзале Встретили там ваших друзей Зашли с ними Выпили всей компании Даже те кто не пьет И далее Хочется Хочется например Здесь собственно Подача Вот этой традиционной Японии Нет этой адаптации Там с чесночными соусами Звученными Сырными Вот этими всеми историями И поэтому меню здесь Максимально традиционное Естественно Подают саке А саке 18 градусное Рисовое вино По большому счету Бьется либо холодным Либо теплым И будет Вкус зависит От шлифовки риса То есть чем более Обработанное Да будет зерно Тем соответственно Будет дороже напиток Но я вам предлагаю До 31 октября Возможно когда будет Программа уже не будет Этой истории Но на сегодняшний день У нас есть возможность Попробовать Аж цех 3 коктейля На саке И сколько заведений В городе участвуют В этом? Честно я не знаю Но больше 10 примерно Участвуют Ну вот на сегодняшний день И все до 31 Можно нам коктейль Мне просто нравится Название Crossface Не бывает Не бывает Вы любите именно вкус Они все чуть-чуть суховатые Такие терпкие Или более легкие любите Вы знаете Я к сожалению Никакой вкус не люблю Поэтому я сейчас буду Выступать в роли Такого дегустирующих В первый раз А я тогда дерзкий конечно же Дерзкий сухой Давайте тогда Который она хочет Какой ты хочешь Дерзкий сухой Дерзкий сухой Я угадал Дед Мы становимся Понимаешь Скоро Скоро перестанем разговаривать Мне кажется Должно быть Между нами метает лед Подожди Подожди Не люблю я зимы Январьские По свету Я не знаю Хорошо нам по свету Нам прекрасно по свету Вот ждем коктейль теперь Да да Коктейльчик Мы делаем коктейль Сразу считаемся И отправляемся дальше К чему эти намеки Про длинные февральские зимы Ну как к чему Будут холода Чем ты будешь заниматься Когда будет холод У тебя появятся Какие-то автобусные Варианты Ты знаешь на самом деле Ну вообще Я предпочитаю В какие-то месяцы В принципе я мечтал Не работать Да Вообще я провожу лекции Я выросла на твоих лекциях Чтоб ты знала Да ты что Представляешь какой Старый Нет 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 Какая едобознательная Ты что нашла даже эти лекции Я видел Интересный алгоритм поиска Я так и набирала Где искать Нет правда Конечно я слышала Смотрела лекции Потому что у тебя Пожалуй Единственного Хорошо подкованного Спикера Легкая подача информации Когда это можно два часа Действительно слушать Как вот это За бутербродом чаем И вот не тошниться Потому что обычная Историческая справка Ну такой Глаз подергивается Где-то ты просто Устаешь слушать И информацию Ну исключительно берешь Просто потому что учишься А в твоем А в твоем случае Это может быть Такая вполне история Не ну я чтобы Немножечко снизить Так сказать Пьедестал На который меня сейчас Ну как Почему Ну Мы же Мы же Это же такие Мы же такие Все все Это уже Следующий этап После даже самоиронии Я имею ввиду Что Но все равно Есть люди Которые все равно считают Что надо вот так вот Ну как бы типа там Сорная речь Там Это нельзя Это любимое На самом деле Даже в профессиональном сообществе Когда Ну там что-то обсуждается Вот что значит И Знаешь когда вот допустим У Льва Лурье Есть В его Лекциях И экскурсиях То есть всегда Какой-нибудь То есть его личное отношение К историческому событию Вот я считаю Когда то есть да Когда ты Той величины Что ты можешь себе позволять Как бы твою Ну то есть ты кто такой И вот как Как бы да Вот этот момент Наверное когда человек Не знаменит Популярен своими Именно какими-то трудами То есть да Работами там не знаю Научными исследованиями Что же такое То возникает вопрос Ты кто такой Что это вдруг Ты про Николая Второго Лично А почему это Он об этом рассказывает А не я Это тоже да 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 Я знал между прочим Да Это мне очень нравится Помните когда вышел фильм Про Матильду И вот про этот Это правда Я говорю Все что вам нужно знать Об этом Роман Николая Второго И Матильда Чесенской Был до замужества До официального брака Поэтому что там была Какая разница кто с кем Но людям всегда нравится Вот эта штука И они почему-то Больше всего Считают что Они имеют право Разбираться в каких-то Личных вопросах Как например в комментариях Я хочу передать ему привет Я сняла кольцо С большого пальца А там был какой-то Комментарий Да я лесбиянка А ты лесби Да Знала я даже Ого Вот это выводы Детка Ты начинаешь меня Заводить еще больше Молодой человек Выяснила это потому Что на прошлом ролике У меня было надето Кольцо на большом пальце Да А делают так Исключительно Сейчас у нас за ЛГБТ Понимаешь что Интересно А откуда вот он знает Мне интересно Да Абсолютно У меня есть стихотворение Русский парень В поисках пидорасов Где соответственно Как раз пишут что Если ты Эксперт по геям То откуда такой опыт Они принес хлеб Вы обязаны это попробовать Да Ну хорошо Обязаны Японский хлеб Во-первых Это фудпорн просто Может он горячий Да Так ты его Раз это Так Посмотрите Сейчас будет Ла Сен Эротик Очень Мало Мало Ты даже не представляешь Насколько он вкусный Я знаю Тебе надо представить Пахнет очень круто Тебе надо представить Это обязательно Сразу с маслом У них масло Значит сверху лежат специи Классические Японские Там кунжут Какая-то смесь специи Там секрет Который не всегда Раскрывается А в масло Добавлено маскарбона Насколько я знаю Поэтому сейчас Галочка Ты сейчас упадешь Пока он понимаешь Пока он ест Ты просто обязана Ммм А теперь сака Мы просили один Потому что он Ну ладно Ну Теперь Вообще Нам лучше один Потому что У нас один Да У нас не идет второй Да Иначе мы Ну что ж Так Это знаешь для чего Это чтобы не запьянеть Вообще Ну вот это Много интересней А касательно комплементарной Подачи Ты понюхай И он на саке То есть он И само саке 18 градусов Плюс Он разбавлен был Акогольными напитками И давним естественно Не будет Чтобы он не таял И водой не насыщал Не разбавлял И таким образом Вы получаете Очень насыщенный вкус Да Интересную беседу За столом Пока вам подают Да там суши Ну пустенько если Нереальный вот этот Вот эти вот Все истории Вкуснейшие бесерты И никто не надеялся Все счастливые Продегустировали Считаю Прекрасно Сначала Да Давай Конечно Я сегодня И жениться Важный звонок Из Москвы Я только сегодня Встречалась Как раз Таким деловым завтраком И вот Как раз Смотрелась Многие Девочки И начнут Пар Завтрак Пятничный Условные Бранчи И мне кажется Это место Прям может стать Вполне себе Входибельным Да Я Это правда Просто Просто Ничего страшно Ничего страшно Но это не реально Я бегу Я бегал Я бегал сегодня Десятку Могу себе Патрули Бегу сегодня Десятку В курорте Я посмотрю В Сестрорецке Люди Вешают Большие фотографии На забор Я говорю А у нас там Есть несколько Многострадальных Деревянных дач Отдали одну дачу Наконец В разлив В комплекс Я сейчас даже сделал пост Отметил директора Сказал что Пните меня Я сделал вас следом проектом Так что А у тебя в Сестрорецке Ты в разливе Вот эта дорога Которая на Белоостров Да И вот эта дорога Которая на Приморской шестерке Вот две башни Заезжаешь А слева две башни Я в одной из них Вживу Я только вчера Мы там ездили Мы там ездили Я ездила Помимо там Своих дел Заехала в Ларисочную Слышал про такое место? Ларисочная? Чебуречная Нет Это где? Там Сестрорецке? Это Комарова А, Комарова Это Комарова Где-то вот за ЖД Путями В продовольственный магазин Просто здесь Ларисочная На перекрестке Мира И напомни мне Скажу точный адрес И однажды Оказываемся мы там Ночью После мероприятий Там играет техно Все в огнях И в коврах Подают просто Сумасшедшие Чебуреки И они славятся Настойками своими Если кому-то Бугорячей И значит Ларисочная Это на Петроградке, да? Это на Петроградке А Ларисочная От которой все пошло Собственно в Комарово Я ожидала Ну как бы такого же Я видела какие-то инстаграмные фотографии Я вчера своими Говорю, что давайте заедем Дайте посмотреть А там просто Продовольственный магазин Знаешь? 24 шаверма И за ним Вот так сбоку Еще одна пристройка Типа шиномонтажа Я говорю, да не Да ну не может быть Настолько разным Те же самые Тоже самое Все вкусно Но оно вот как бы Было вот сделано на коленке И популярность вот этого места Привело ребят К тому, что они Арендовали Открыли И теперь это крутейшее Чебуречное На Петроградке Это охренительно Просто Я говна не посоветую Просто Я даже нюхать Мне даже нюхать это приятно Это очень вкусно И мало алкогольно Что понимаешь? Это нереально вкусно Это прямо такое Знаешь Нака Накотика Нака Однака 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 Накотика Однака 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 Да, слушай, вот не подвел меня моя чуйка. Абсолютно не подвел меня моя. Моя, моя. Слабо алкогольные коктейли. Понюхай, да я тебе говорю. Главное, чтобы ты меня уважал. Понимаешь? Женщине. А мы еще, понимаешь, это второе заведение. Первое было безалкогольное напиток. Говорит, сейчас ты напьешься, будешь приставать? Ну что, ты будешь добивать? Конечно. Давай, давай. Мы еще в семью возвращаться, горе нести. Ты чего? Как можно оставить это все? Ну что? По-моему, Александр. Александр? Не, Александр, давай другие имена. 450 рублей. 450 рублей это ни о чем. Если, значит, вообще, смотрите, по саке, например, саке в 100 миллилитров. То есть это вам, ну, обыкновенно, я, допустим, с девочками, когда прихожу, просто он специфический. Ты не пьешь его, ну, как бы залпом. Ты пьешь его маленьким, как вино. И поэтому вот у вас эти маленькие чашки, вот этот графинчик небольшой, и, соответственно, 100 миллилитров, то есть, да, это вот как 540 рублей, то есть, как вот в беседе под какие-то нигири, прям пользуйтесь этим. Слушай, ну, это это прямо видно, на самом деле. Я вот, видишь, решила тебя удивлять, потому что закрытые бары закрытыми барами, а тут как бы, оп, есть нюансы. Нет, ну, слушай, я, дело в том, что сам я, конечно, никогда сюда не пойду, потому что я такой человек, знаешь, максимум какой-нибудь кофейни. Да, да, правильно? Хорошая компания, да, с пьющей бабюнкой. С маленькими сиськами. У нас эта тема, все, это, ну, не остановите меня теперь. Это все, ребята. Тема маленьких, она, как бы... Мы все. Большое спасибо вам. Благодарю вас. Да, проживаю. Да. Благодарю. Я никогда не думал, что я в японском ресторане буду есть хлеб белый, вкусный. И знаешь еще где? Спасибо большое. Конечно. И вам всего доброго. Знаешь еще где? Да, да. Сит, пусть дверь. На пешеходной линии Васильевского острова, та, что от метро. Там же теперь на памятнике конки сделали кофейню, что позволяет тебе подняться на второй этаж и очуметь, на самом деле, потому что представляю, как они с этих конок по неровным шпалам рельсам слетали просто на раз-два, наверное, и рядом как раз-таки с этим памятником конки есть японская пекарня, где вот эти штуки можно приобретать домой. Ну, понятное дело, что здесь тоже, если вы попросите вам с собой с радостью, я думаю, напекут. А если вот что-то где-то, какая-то такая другая Япония начинает происходить с Санкт-Петербургом. Одно дело было популярно, помнишь, когда стали эти огромные суши, и все стали делать там что-то запечено, туда должно было быть набито все. Наша русская Калифорния. Так вот, возвращаются к истокам, понимаешь, как-то это обособляются. Так, нам теперь с тобой путь мы держим через Басков, да? Туда. Туда. Давай вот так вот под этим. Начинается, да, приятный дождь. Я сегодня как раз вспомнил песню Eurythmics. It comes the rain again. А дальше не помню. А дальше не надо, да. Дальше не надо, да. Друзья мои, я на радио Maximum уже который раз слышу песню, там поется так чудо. Это все, что я разобрал в словах. Неплохо. Я пытался гуглить. У вас 7 дней. Подскажите, пожалуйста, охрененный трек, там в куплете просто тоже задавленный голос через, короче, там компрессор, тоже словно разобрать сюда. Но я не могу, мне так хочется эту песню найти, послушать или клип посмотреть, узнать, кто это такие. Нет, я обычно срабатываю, да, знаешь, на радио услышу, как что-нибудь. Я только сейчас только групп открыл новых для себя, которые, оказывается, уже давным-давно сто лет не новые, абсолютно. А как ты не пользуешься в Яндекс.Музыке вот этой функции «Моя волна»? Слушай, нет, потому что я музыку слушаю только в основном в машине, да, причем когда уже возвращаюсь, потому что когда я еду туда, я в основном слушаю тоже подкасты, лекции вот эти, которые невозможно слушать. Ну, которые ты обязан. Мне кажется, все-таки этот какой-то, я даже не знаю, вот что за черта характера у человека, ну, я делаю то же самое. И, в общем, и занимаюсь, да, тем же самым. Поэтому, видимо, ну, люди вот этот постоянно в поиске информации, я не знаю, да? Нет, нет, я тебе объясню. Могущий поглощать столько информации. Это часть, как бы, моей методы, которую вот мне все уже сегодня, опять же, два человека написали, когда вебинары по, типа, по искусству экскурсовода в современном формате. Нет, просто уже давным-давно, это еще не сейчас и не 10 лет назад, а уже, наверное, лет 15-20 назад продуктом стал не контент, а поиск контента, понимаешь? То есть ты, как бы, продаешь не информацию, эта информация, она доступна всем, просто никто не будет это принять говно, слушать и смотреть. Но в каждой говеной, такой, скучнейшей лекции всегда есть, там, грубо говоря, там от двух до пяти каких-то поинтов, которые ты можешь себе взять. Или там, например, источники какие-то указаны, а ты можешь найти их, вот. И ты вот вынужден это на скорости минимум 1,25. Ага, 1,25, слабак. Ну, я все-таки уважительно отношусь к любого рода спикерам. И вот это я все-таки не... А я тебя только так и слушаю. Нет, конечно, когда наш замечательный всеми уважаемый Маргулис в какой-нибудь... Может, туда идем? Так, да, мы идем... А мы туда идем? Да. А мы так разогнались, так идем... Хорошо, душевно идем. Дождь прошел. Нам нужен Басков, но смотри, у нас по большому счету... А, ну, Басков, и вот следующий. Следующий, мы пойдем через этот дом, который я называю турецкий отель. Он именно так, мне кажется. И если там где-то живет, страсть, я хочу к вам в гости попасть. Очень хочется видеть, как выглядят эти аппархаменты. Меня там одинаковка. У меня одна прекрасная девушка, у которой своя такая виповая-привиповая ювелирная контора. Она ее открывала здесь, в Питере, и она меня попросила... У нее был такой день рождения, она пригласила своих подруг, и попросила меня рассказать про эстократов. Ну и, соответственно, я говорю, а давай я в каком-то образе явлюсь, и меня там красили. Подскажи мне, что у тебя был корсет. Нет, у меня корсета не было, но я же все-таки... Я еще пока не пидор. Что значит пока? Мы все исправим. Сейчас расстраиваешься, я не понимаю. Только я запал на твои маленькие сиськи, а ты хочешь меня... А ты думаешь, как я обращаю, понимаешь? А, я понял, да. Это замануха. Ты всегда говоришь, вот смотри, видишь? А теперь представь. Пойдем, повернись. И все. И вот ты уже... Страфончик наденешь. Вот. И меня там красили в салоне, в этом турецком доме, как ты называешь, нам наливо. Так, ты знаешь, ну, мне было такое ощущение, что следующее вот действительно будет, в принципе, минец. Потому что иду там просто, там, ты приходишь в такую атмосферу, где тебе готовы, там, не знаю, все наделось эти делать. Вообще, есть... Вообще, уже он типа в неорусском стиле построен. Ну, это понятно, это понятно. Ну, я для, так сказать, вот этих капитанов очевидности. Чтобы нам не говоришь, что они там напились и уже краев архитектурных не видят, в башке разорванной фронтон у этих людей. Вот, чтобы такого не было, конечно, неорусский. Нет, он действительно красивый. И мне кажется, знаешь, как у порядочного современника восприятие архитектуры в новом каком-то стиле или стилистике, она, конечно, должна, ну, как бы набивать эту оскомину и сразу не нравится. Мы же петербуржцы, поэтому новое должно не нравиться сразу. Ну, объективно говоря, я бы сказал, что, наверное, это не самый худший вариант. Нет, он прекрасен. Современно. Я очень не знаю с точки зрения недвижимости там, да? Было бы хуже, если бы они что-то давали в стеклянную коробку. Совершенно, согласна. Вот, собственно, на этот вопрос и отвечают рестораторы того заведения, в котором я тебя... Ну, как раз, короче, да. А где минеточная? Ну, нет, там ее не оказалось. Это я на это рассчитывал. Вообще, малоименеточная у нас обычно в одном клубе у нас назывался челлаут. А, темные комнаты или что там еще? Да, мы их называли малоименеточная. Я не была никогда, понимаешь, ни на лошадка-пати, ни, блин, в центральной станции, в темной комнате. Как вот, понимаете, у меня 20 лет прошли просто, ну... Я тоже не была на лошадка-пати, но я постоянно, я работал, когда собакировала. Я просто, понимаешь, я не из этой культуры, я из культуры панк-рока и альтернативного такого тяжелого металла. И это мне долгое время было... Нам сюда. Собственно, здесь что происходит? Le courage. Потому что, да, перед... Вот мы с вами безалкогольный... Как по-английски будет кураж? Le courage. А как по-английски, я не знаю. Так. И, собственно, что происходит? Неорусский стиль в доме, соответственно, максимально русская концепция для заведения. Сохраненная лепнина. У них тут периодически еще случается просто потрясающий какой-то декор из живых цветов там и всего вот этого прочего. Ну и, соответственно, все русское будет в меню, а письма будем. Наконец-то. Поплотнее мальчик в этот раз. Он вообще... Этот прям золото. Этот золото? Да. Этот золото. Это отдам задорого. Понимаешь? Подожди, ты мне сначала должна сиськами конвертировать в то, чтобы ты могла его... Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам знаете зачем? Вот что надо выпить в вашем баре. Спасибо большое. Чтобы было сразу понятно, во-первых, что ты русский. Во-вторых... Нет, давайте помягче. А то пить у нас я. Один нам нужен либо коктейль, либо какой-то вот напиток, который вот характеризует заведение. Ну, пожалуйста. Коктейль сделаю. Называется «Золотая рыбка». Там все исконно русские ингредиенты. То есть там грушевые раки... Да. Исконно, говорит, русские грушевые раки. Ее же, говорит, турецкий отель. Нет, это не просто. Это Сербия. Да ну, простите, пожалуйста. Сербия, ну, как бы, они все-таки нас любят, уважают православные наши братья. Вот. Но они производят классные раки. Тут даже ромашка будет идти. А, она успокаивает. Хорошо. Мед немножко игристого. Ну, и для красоты золотой гандарин. Ты слышал? Слышал? Это русский коктейль, который я бы хотел... Давайте, да. Я слышал про эти знаменитые русские игристые винары. Да, 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 да. Однозначно. Слышал. Конечно, конечно. Конечно, да. И здесь, в общем-то, про русское меню. И если мы берем, то есть, да, мы взяли же условного гостя, вот вы его там провели. И здесь есть смысл отужинать перед тем местом, где мы с вами окажемся в финале. Потому что в Кабаре тоже, конечно, кухня есть, но есть среди концерта не самое приятное, что может произойти. А здесь вот у нас демонстрация из наших ребят. Давай покажем им три, пока нам делаются коктейли. Там, потому что отлично реставрированные вот эти специально то ли состаренные, то ли оставленные. Ты знаешь, была такая французская мебельная фирма, Гранш она так называлась. То есть они специально тоже делали. Ну это как бы, я думаю, не только они, такие пожухлые, пожухлую мебель. Жека мне рассказывал, что в Канаде или в Штатах есть контора, которая вылавливает эти бревна в болотах. Вот специально. Сушит, да. И делает из них мебель. Она просто... Ну понятно, там... Здесь я к великому... в галерее Слава. Тут у нас, пожалуйста, Багратиончик наш. Кто, кто будет усатым вот этим напоминающим какого-то Петра Инфанта? Это Довыдов. А посмотри, как похож на Петра. Что-то в этом гости. Я не знаю, это фокус. Аплодитуды, Александр. Понимаешь, вот я зашел к сознающим человеком в раз и лекцию по пути в туалет. Ну почему, когда я читал лекции, например, еще Джанжаки, я помню, он был такой на Марата. А потом закрылся. Я говорю, пожалуйста, мужки есть. И так всем нравилось, что на лекции нужно есть. Потому что как раз такие вот... Вот это... А это... А это второй бич, скажем так, классической школы и мастодонтов исторических знаний. Потому что очень... Это еще не для наших? Нет. Но тоже хорошо. Но тоже хорошо. Не можете такое сделать? Здесь Метис Агандая? Нет, нет, нет. Вы уже будете... Мы хотим на основе истинно русских эгоистых верить. Согласна. Согласна. И это большая вторая проблема. Потому что, например, на сегодняшний день, когда я собираю... Мои коллеги читают лекции. Это безумных мозгов люди и кладезь исторической информации. Но при этом у них вот сформировано, что есть и пить за одним столом. То есть, пришли на лекцию, слушаем лекцию. Я говорю, ну другое немножко время. По-другому немножечко хотелось бы. И вот получается, что у нас есть вот этот вот очень-очень круто, но лекторий. Либо ты как бы проводишь время, но тогда будет как-либо и красивая информация. Про рестораны, про бары, про что-то такое. Этим, кстати, занимается и журнал «Петрополис», который получил... Вот вчера, позавчера была премия собаке «Ру», и они получили тарелку собачью за лучший исторический журнал. И вот они... По крайней мере, живущие до сих пор. Да. Потому что очень многие журналы приказали долго жить, к сожалению, поскольку... А что случилось чего? А что такое? Что произошло? Нет, непонятно. Да. Так пусто, на улице пусто. Странно, странно. Абсолютно непонятно. Я хотел вопрос тебе на эту тему. А, а ты пойдешь сделать лицензию? Ты имеешь в виду общую аккредитацию? Но я не могу ее не сделать, потому что иначе я не смогу работать. Тут даже дело обстоит уже не столько там в иностранном рынке, сколько в принципе. То есть, например, та же Петропавловская крепость, на территории которой нам дозволено проводить экскурсии на русском языке, соответственно, я туда не... То есть, там у них действительно стоят охранники, действительно у тебя спросят этот бейдж. Если у тебя его не висит, то ты должен его откуда-нибудь достать, показать. Поэтому, соответственно, если я так не делаю, то я просто не получаю заказы. А с учетом того, что моей личной целевой аудитории как бы не хватит, чтобы кормить хотя бы даже мою маникюрщицу, то, соответственно, надо искать какие-то другие пути. Да? Да, пойду сдавать. Что делать? Хорошо, что хватит справа-справа налево. Мы только недавно говорили о том, как, значит, почему слева направо-справа налево. Знаешь, ты мне однажды рассказали в Ереване? Да. Значит, старинная церковь там просто на каких-то первых нойских камнях. Очень мне один, значит, туман. И, значит, говорит мне мой спутник, говорит, ну, все, естественно, придумали армяне, это мы знаем. А он говорит, знаешь, почему? Говорит, ну, вы справа налево, а мы слева направо. Я говорю, ну... Он говорит, ну, значит, служба была. Ну, и типа, с кафедры вещали и перекрестились как надо, как бы. А вы отзеркалили? Ну, и в народ понесли. Я говорю, больше никому не говори так, пожалуйста. Уж не знаю. Но умер все прекрасно. Ну, да, да. Так что, зеркальте аккуратнее. Вот это все. Вон там как будто магию творить. Смотри, как украсил бокал. А как давно ты начала вести вот этот образ жизни, когда ты ходишь по таким заведениям и бухаешь? Я не переставала никогда. Я родилась старая, во-первых, начнем с этого. Понимаешь? Я родилась. Нет, вообще, на самом деле, я дитя 90-х. И тогда, когда... Просто ты же понимаешь, что в 90-е... Нет, в 90-е мне... Ну, я родилась в 90-х, соответственно. Я, как бы, в жирные годы, в общем-то, как бы, ну, в своем уме. Поэтому я другой, как бы, и не видела обстановку. Ну, и, конечно, спасибо родителям, которые там активно вели социальную жизнь и рестораны. То есть, ну, тогда был немножко другого, там, формата. А так я как бы... Ну, это мы уже говорим про, конечно... Да нет, ну, это двухтысячный, двухтысячный. То есть, там, плюс-минус. Ну, двухтысячный. Ну, там, да. И, ну, как бы, и дальше. То есть, конечно, мы ходили в театры. Само собой, это был буфет при театре. Конечно, мы ходили. Папа никогда не забуду, как рассказывал мне, как вычислять воров на опрашке. Потому что закупалась все равно для школы. В апраксе на дворе всегда. Ну, либо в ДЛТ, но там покупались какие-то красивые колготки. Ну, что-то такое. Ну, я понимаю маму. Я бы тоже ходила. Но все, купить все, это, как бы, было неподъемно, там, для нашей семьи. А купить колготки, как бы, было приятно. А у меня, ну, насмотренность, да. И, кстати, когда ты привозишь ребенка в музей, в красивое место. Как бы, твой выбор, куда ты его водишь, что он видит перед собой. И, соответственно, там была какая-то, то ли чепуречная, то ли хинкальная какая-то в опрашке. И мы заказывали вот эти хинкали. И папа мне всегда рассказывал, как слушать спиной людей, сидящих за соединениями столами. Так что, знаешь, я не переставала ходить. Спасибо. Это осень. Что это? Что это? Крымская роза. Крымская роза. Понимаешь? Это комплимент. Мне кажется, вставай на колено. Это ты? Крымская роза. Они должны быть такой. На леду. Ты, что пахнет просто отпад. Я согласна. Ну, давай. Едко. Слушай, мало того, вы добавили туда этот чепуречный, шиммер? Крымская роза. Кангурин. Это вот это, вот это вот что? Кангурин, да. Смотри, этот шиммер, значит, как я его называю, шиммер, ну, это там для мальчиков, это, ну, вот эти блестки на тягу. Видишь? Да. А есть свечка? Да. Есть свечка, чтобы с той стороны подсветить? Или какой-нибудь? Огонек какой-нибудь, чтобы вот эту штуку... Я знаю, я его предупреждала. Ну, дело в том, что это ничего не меняет, у нас на вот эти блестки начнут. Мы у вас в поле, мы уж начали, вы здесь просто не акульсировали, представляете, потому что меня просто за это... Хорошо. Все, мы здесь останемся. Спасибо большое. Огонечек-то дадите? Знаешь, как я это назвал? Это очень крутая, облагороженная версия самогонки. Самогонки? Это, мне кажется, из-за раки. Ну, когда-то, конечно... Ну, на всякий случай спрашиваю. Нет, нет, самогонка была. Вообще, ракию, по крайней мере, я не знаю, как сербы, насколько, то есть я не разбираюсь, как, да, досконально там именно в раке, но турецкую запивают однозначно, короче, смесью овощной из напоминающей морковь, брюкову, свеклу, вот это вот в одном. И, в общем, когда, видимо, если самогон спить с чем-то кислым, такой, да, то вот тебе нравится... Последнего коктейля, честно говоря, вот этот, наверное... Нет, ну этот тоже был крутой. Они просто разные. Тебе нравятся цитрусовые вот эти вот кистории? Знаешь, я, может быть, цитрусовые делаю, но мне нравится вот эта острота, возможно, да, вот реально. В этом случае, да, здесь прям... Ну, а где действительно чувствуется русский вкус? Ну, реально. Есть, есть такое. Реально чувствуется русский вкус. И, знаешь, еще есть от чего? От... При дворе... Ну, и вообще, в принципе, шампанское, да, если брать... Советское пока не берем. То есть берем все-таки вот эти классические версии. Там же огромное количество сахара. И вот эта вот терпкость шампанского... Здесь... Подниму... Не видно, наверное, да? Ну, в общем... Такой. В общем, там внутри космос еще. Оранжевый. Вкусно. Я могу еще добавить, и он будет ярче. Если вам доказали, нужно. Нет, нет проблем. Уже... Вы нам еще счет сделайте тогда сразу. Это да. Такое здесь... Турецкие отдыхи. Я свое не смотрю. Так и проходят порядочные свидания. И она потом такая рассказывает подружкам. О, это было вот так. Отче не дала. Посчитали? Уверен, что мне придется наивналом расплатиться. Поскольку я ее обдеряю, у меня бессинки не одновременно. А этот авиарежим обратно... Не работает, что есть? А, да. Пострелили. Да, карты. А, так это... А что ты молчала, что она есть? Мне... Нет, спасибо. Большое спасибо. Ну что ж... Ты допей, это что это? Это... Плоточек. Плотчик. 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 Оставьем. Это такая божественная влага, что даже я... Вкусно. Вкусно, правда вкусно. Видишь, я сегодня... Русской. Я когда... С японского... С японского на русской. Подписывайтесь. Теперь... Плотчик. Ну, я... Плотчик. Повторяйте к нему. Мы в тех же реалиях. То есть ходите по этими классически... Все таки местам... Открытым, какая разница. Но хотелось познакомить именно с каким-то времяпрепровождением. И то, чтобы можно было назвать культурой питья. Поэтому нам сейчас нужно идти по Маяковскому. Мы можем как угодно пройти через турецкий отель и его продемонстрировать для тех, кто не был. Потому что... Вот смотри, еще какая фишка к этому видео прилагается. Значит, если посетители твоего ютуб-канала, девушки, акцентированные на фотографии для инстаграм, то, что в Намо, просто потрясающая лестница и вот эти вот стеклянные стены и потолки. А здесь, ну, просто смотрите. Ну, мама, я в Дубае. Сказочные Бали. Что-то в этом есть. Я каждый раз несколько завидую людям, которые живут в башенках. В башенках. У меня страсть. Знаешь, откуда с проспекта Стачек? Значит, там вот эти сталинские ампирные начала. Я когда была подростком, я каждый раз ехала в автобусе, знаешь, в этом, в январском, когда ты рукой оттаиваешь себе эти два глаза. Да что ж такое-то меня раздирают сегодня? Алло. Какой популярный мужчина. Да. Не воротись. Быстренько, что вы хотите. Не говорите, что хотели. Ну, хорошо, да, напишите мне. А нам интересует, любим скандалы, интриги, расследования. Ну, куда хотите, в любой мессенджер. Я купил билет, можно ли мне его сдать? А что случилось? Ну, а... Почему ты не спрашиваешь, что случилось? У человека поменялись планы. А поскольку я тот, кто всем отвечает всегда, во всех сообщениях... Да, да, это правда. ...и прочее. За что, как бы... Вот я знаю, не буду называть кого, но у кого просто нахрен личка закрыта. Боже, это еще один салон красоты изминеточный. Не, ну, здесь, да, это уже такое. Тут точно нужно... Красивое пространство. Ой, я так люблю всякие эти, понимаешь, блестяшки. Продолжай. Ой, девочки. Ну, вообще, у меня, конечно, если верить статистике, то в основном мужики меня смотрят. Ну, а что делать? А ты думаешь, нет мужиков, которые, понимаешь, на отсадки засматриваются? Нет, есть, конечно. Что ты их обделяешь, в конце концов? Они в этом не признаются. Само собой, Иван, но мы-то знаем. Мы-то знаем. Не, ну, мы-то много чего знаем. И про мужиков, и про мужиков, и про тех мужиков, которые не мужики, и про тех не мужиков, которые хотят быть мужиками. Но, ты знаешь, иногда я вот ловлю себя на мысли, ну, просто даже ты снимаешь ролик, ты уже заранее знаешь, кто что напишет. Есть такое? И вот от этого немножко как-то уже... Я тут посмотрел, я же договорился с Горшковым сходить сделать такую интервью-проходку по Фонтанке.ру. Ну, и надеюсь потом еще с Константиновым побеседовать. Я сейчас посмотрел интервью с Константиновым. Это наш Ажура, агентство журналистских расследований, Бандитский Петербург, вот это все Андрей Константинов. И ты знаешь, это интервью такого мэтра-мастодонта, который, ну, они такие дела расследовали, журналистки, что мама не горюй. Он говорит, у них там было 12-16 ситуаций, когда они реально думали, либо их убьют, либо посадят. И вот он его спрашивает про ситуацию сегодня, и он, ну, абсолютно без надменности, но вот чувствуется, что он... Ему уже просто лень отвечать на вопросы, потому что все, ему это все уже настолько понятно, и я его понимаю прекрасно, потому что действительно, к сожалению, поведенческий паттерн большинства людей, он абсолютно предсказуем, и когда ты проработал в медиарекламе и прочем, и прочем, ты заранее знаешь, что, куда, как, почему и так далее. Как не терять тогда? Вот смотри, большое же есть количество людей в разных профессиях с выгоранием. Да, 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 есть. Вот в чем твой секрет, например, ну, понятно, что ты там для себя, то есть раз в какую-то там периодичность, то есть, да, что-то углубляешь, ну, то есть ты же не остался в журналистике прямой, как есть. Ну, да, да. Тогда ушел. Но мне это очень помогло. Ну, то есть ты меняешь чуть, как бы, да, ну, вектор, но остаешься при этом внутри профессии. Есть какой-то вот у тебя твой личный совет, как проснуться утром, знаешь, когда вот, ну, говно, что уж там, и все равно, то есть вот где ты черпаешь силы на вставание и делание? Слушай, ну, это может быть еще такой момент, знаешь, как вот хочешь научить кого-то, научиться чему-то, научи кого-то. Я просто знаю, что я когда руководил кем-то, я мониторил этот этап выгорания. Я, например, знаю, что project manager – это два года, это максимум. Все, через два года любой project, он либо должен свалить от себя, либо должен повыситься, либо переконвертироваться. У меня есть потрясающая история, как девочка, которая у меня работала project'ом, она устроилась дизайнером в Яндекс московский, а теперь она работает вообще в Лондоне. Ага. А ты знаешь, если вы за два месяца не научились на нашем заводе воровать, вам тут делать нечего? Нет, нет, на самом деле, совет очень банальный, меня просто помогает переключаться на что-то другое просто внутреннее. Я там, даже те же самые пробежки. Ну, то есть тебе нужны просто мозги там сюда. Именно поэтому мы неспешно вышли к храму. К прекрасному храму, да, на который смотрел Ося. Ты знаешь, это же штука, извини, пожалуйста, я тебя перебью, не могу не перебить. Перебивай меня. Рано. Значит, потому что где расположены, ну, храмы же, да, то есть выстраиваются для полка. Да, да. И, соответственно, по куполам и цвету стен можно увидеть, как выглядела форма, ну, и, в принципе, как должен был выглядеть солдат того или иного полка. Мол, как бы, да, Измайловский полк, такой-то цвет брюнеты, там, голубоглазые, значит, блондины там у Измайловского, ой, все напутало. Все напутало. Значит, да, то Троицкий, ну, если брать там Троицкий собор, в общем, короче, вот эта цветовая линейность, это правда или сказки? Нет, это все правда, чушь, на самом деле. Тем более, что, видите, купола перекрашивались, я тебе хочу сказать. Более того, этот же храм построен, построен на месте полковой збы, куда Елизавета Петровна пришла и сказала, «Знаете, чья я дочь? Да, матушка, пошли свернем!» Мне вообще очень нравится, понимаешь, люди, у которых было несколько ЛДДМИТРИВ, понимаешь? Ну, вот это МММ, понимаешь, вот это МММ-версия приквел, как бы, да? Так и, конечно, матушка! Да, 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 то есть, как бы, вот. Вот, и, короче, его улицу даже специально чуть-чуть рихтовали, когда этот храм строили. Здесь, мне больше другая история нравится, тут был пожар, это построил такой Стасов, и потом, Василий Петрович, и потом, соответственно, эти купола, ну, их же надо обрабатывать периодически. Вот. Для этого разводили огонь и нагревали этот гудрон. Почему? Случился пожар. Разводили огонь и нагревали гудрон? Потому что рабочие, у них был обед, и они, чтобы два раза огонь не разводить, они решили его не тушить на крыше. Ну, как-то в Ноттердаме примерно, мне кажется, такая же история случилась. Ну, в Ноттердаме, да, я думаю, там от Хабарика просто это... Я успел туда, кстати, свозить сам Ноттердам, еще не сгоревший, несколько групп. Я успела туда побывать первозданно, на свидании, кстати, вот, ловите, значит, как было дело. Я же говорю, в жирное время росла. Свидание в Ноттердаме? У Ноттердама было назначено свидание. А, в Ноттердаме. Да. И выглядело это как из серии, типа, привет, ты что делаешь? Я говорю, ничего там, ну, там что-то. Возьми паспорт, выходи из дома. И мы улетели. Это было вот попить вина, выпить кофе. Два дня в Париже и домой. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Да. Ну, вот это, да, это история огонь. Такие я люблю, безусловно. Это, не знаю, присаживайся поудобнее. Потому что в нашем деле главное немножечко припиздить. Я тебе сейчас столько расскажу. Нет, ну, Париж правда был. Париж на пару дней был правда. Так, ну что, мы почти рядом. Уфили программа «Белая правда» от Татьяны. И сегодня мы поговорим о том, умеют ли мужчины делать это хорошо. О да, о да, о да. Программа окончена. Задавайте ваши вопросы, пишите письма. Можете ничего не комментировать. Мы все равно не будем читать. Так, мы с тобой, значит, сейчас крадемся на улице Маяковского. Да, да, да. Пожалуй, самое популярное место, а именно об этом говорит премия той же собаки, которую Кабаре Шум получила как открытие года. И здесь мы завершим наш съемочный процесс. А ты уж там как знаешь. А я поеду с этой картиной в голове и буду представлять... Я пришлю тебе дикпик. Дикпик. Вне зависимости от того, что ты хотел, я пришлю тебе дикпик. Вон того большого парня извлек ураж. Так, на следующий перекресток. Даже 52 же нам нужно. Так мы, а почему сюда пошли? Нам туда надо. Видишь, мы с тобой. Вот так, вот она. Магия. Ты да я да мы с тобой. А я смотрю, почему мы вернем сюда. Слушай, как тепло. Да, да. Знаешь, я, конечно, дико пожалею об этих словах буквально через две с половиной недели. И потом, когда выпадет снег. Но если кто-то переехал в Европу, то, ребята, рано. В Петербурге прекрасно. Не-не, сегодня на заливе вообще был такой просто сцена с фильма Микеланджело в Антонионе. Тепло, мокрый песок, никого нет. И я пытаюсь сесть на шпагат, абсолютно, естественно, безуспешно. На ракушечник, который к берегу прибитый. В надежде, что он слегка прикрывается. А его, кстати, действительно много. Мидий прям вот настолько много, как ракушечника? Мидий там нет, на самом деле, я тебе хочу сказать. Ну как же? А кого прибивает? Слушай, там, в самом деле, мусор прибывает. И этот, как его, не хворост, а как, господи. Идем на красный? Да, нарушим. Ну, раз у нас такая борзая с вами, девчонка, тростник, господи. Тростник, в основном, там целую кучу тростника наносится. И, собственно, мы с тобой ходим взад-вперед, не туда, куда надо. Тебя уберят. 53, подожди. А 53? Так, север. Ну все, понимаешь, вот оно. Приплыли. Так, ой, вкусный коктейль, совершенно не алкогольный. Пожалуйста. Ну что, вообще, в север картошку съедим? Нет, 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 нельзя 52. Так, ну вот. Да? Чик-тракт. Я же не знаю, что ты меня ведешь. Ну, видишь, ты что меня слушаешь? Мы так с тобой, понимаешь, у нас есть лис-кафе, а мы с тобой какой-нибудь пёс, да лис. Так. Вот, почта России. Вы приехали. Вы приехали. Хорошо. Вы приехали. А вот, фу, все, слава богу. На углу. Сейчас выразилось прям как моя дочь, когда что-то не получается. А, фу, я не это имела в виду. Вот так вот. Так, нам сюда. Значит. Давай зайдем. Да. Да, сейчас. Опа, там сегодня концерт. Привет. Да. Кван, кван, кван. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А можно повеситься? Сегодня так хорошо, не душно. Мы пойдем. Значит, я тебя сейчас познакомлю со всеми. Проверя. Давай потише куда-то убежи. Да? Все будет так, как ты загонишь, пусть в моих глазах я не даю. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас с тобой приветствует СО Владец. Пойдем. СО. Ах, если бы. Добрый вечер. Добрый. Добрый. Нам надо коктейльчик выпить и... Мы с вами. Ооо, мои пусечки здесь... На пару слов с вами, коктейль. Хочу поделиться с аудиторией Паула о том, как положено кутить нынче. Тем более, вы такие красивые призеры, я вас поздравляю. Поведорю, спасибо, очень приятно. Так, коктейли, какие вы любите? У нас будет один, но самый... Говорящий про ваше заведение. А, это уже вот сейчас. Вот чтобы вот так. Мы в процессе. А, самый говорящий про ваше заведение. Пойдем сюда. Почему ты меня не поддерживаешь, детка? Пойдем сюда. А ты что не танцуешь? Танцуй. Опять нас заблокирует, закопирает с этой песней. Не-не, смотри, здесь светло. Не, там просто YouTube все время палит, тут эти песни, которые играются в барах и пишут... Слышь, а они сегодня вдобавок поют кавер. Камера? Да, должна была быть... Да, это то кавер, ладно. Должна была быть музыкальная группа. Да. Есть джазы исполнителей. Ну, что-то изменилось. И, соответственно, сегодня каверы под гитару, правильно? Сегодня каверы под гитару, сегодня свое есть у нас. У нас сегодня три концерта. В котором часу будет свое. Как вас зовут, извините? Меня зовут Анастасия. Анастасия. Меня зовут Анастасия, я играюсь куратором кавер-рошу, если мы говорим о программе, и снимаюсь пиаром, и мы в целую очередь хотим совладеть. Друзья мои, в дальнейшем Анастасия спросит, режем ли мы что-нибудь или нет. Я скажу, что не режем. На самом деле резали, потому что летит у меня уже вторая GoPro H7. Судя по всему, маркетинг очередной раз победил качество, и с этой, в общем-то, проверенной мною годами фирмы, происходит все то же самое, что происходит и с современным автопромом. Когда даже самые проверенные марки штампуют, в общем-то, куски говна. Можно, конечно, переходить на мою штатную Соньку, но тогда исчезнет вот этот вот дух натуральности, который ничто, кроме GoPro H7, не передает. Поэтому чуть-чуть пришлось подрезать. В конце обрубился один канал, но вы ничего страшного, справитесь. Здесь, тем более, что осталось немножечко. В любом случае, вы можете пройтись по всем этим заведениям и внизу посмотреть ссылку на прекрасную Татьяну, ну и, в общем, на все мои, собственно, мероприятия и книги. Надеюсь, приятного просмотра. Не надо ставить лайки, не надо подписываться. Лучше приходите на наши с Таней мероприятия. У вас были свитера с оленями? Что, что, что? Светера с оленями. Нет, нет, нет. Подожди, хипстеры – это наркоманы, да? Не совсем. Во-первых, нет. Это как раз-таки про… Это то самое течение про осознанное потребление и злоупотребление, что уж там тоже. Почему бы и нет? Это про молодых. Это не хиппи, понимаешь? Да, да, да. При книжном магазине. Так, нам принесли Негрони? Да, потому что, ну, понимаешь, со мной заканчивать всегда нужно стандартно. Со мной нельзя закончить по-новому. Так. Ну, как тебе? Это пожестче, чем тот. Я похожа. Чем первый раз? Чем первый раз, да. Потому что это похоже на Негрони. А мы тебе, извините, девочки, в Ториотелло. Так, мать! Нет, сучка такая. Ты мне сказала, ты пьешь лучше Негрони в городе. Я поверил тебе. И я по тому Негрони теперь замерял все остальные Негрони. А получается… А получается, что оказывается… А знаете, в чем дело? Потому что идеал – это такая линия горизонта, к которой нужно постоянно приметиться. Да, значит, там был изгадан. Так он все-таки должен быть более терпким. Он должен быть, да. Конечно, я же сказала, что, значит, прекрасен Негрони в Ториотелло, но они его там делают, да, ну, как бы за счет объема… Мне этот больше нравится. Я сказала, сладковат. Желающие там прям найдут тебе, понимаешь? Вот по секунду нам, где я говорю, этот хороший у нас сладковат, а ты, видимо, принял это на смущу. Тварь! Да, это про линию горизонта. Люблю таких. И опять она своими маленькими сиськами меня увлекает. Да, это внутренне. То есть, корпоративные, внутри корпоративные разборки. Я поняла. Это наши гидовские шутки. На самом деле. Так, в общем, единственное, что… Вот смотри, мы в прошлый раз разбирали, значит, лед, который… Тукатер в кабинете, что, значит, там делают холиотеллы в клеймофайд. Паш, что случилось? В смысле, что случилось? А с чего вы с ним ничего не делали? А у Москвы… Слушайте, мы, конечно, коктейльный бар в его современной трактовке. Когда вот дым, бар, сухой лёд, лепестки, роз, крошки хлеба и так далее. Мы классическая кобаре. Мы классическая кобаре. Мы же все знаем про классическая кобаре. Турборец. Ты с вами знаешь? История. Так. Еще один человек. Так. Паучи гаицы. Что? Коганет обалежский. Что было в их неизменно, неизменно, а в 20-х годах? Смотря где, в Берлине или в Петербурге? В Петербурге. Именно в 20-х годах? Да, давай в 20-х. Нет, 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 20-х годах, деточка. Да, это… Слышь, Чувиха, я на броненосце служил, какие нахуй кобаре? Я надеюсь, мы не дождемся этого. Нет, нет, 20-е годы забудь и 30-е. Давай, ладно, тогда красиво. Ну, красиво. А вот если говорить про, допустим, дорелизационную историю, то, ну, слушай, ну, главным, мне кажется, кобаре была бродячая собака. То есть, все-таки это про искусство? Ну, конечно, это про искусство, да. Да, хорошие продолжители, продолжители. Ну, привал комедиантов, вот эта вся история, да. То есть, совместно, мы приглашаем. Для нас еще важно подчеркнуть, знаете, что у кобаре, который назывался «Докоморье», села на Эль-Поль. Он полагался здесь недалеко, на Литейном проспекте, в этом у нас «Докоморье» на Супу. И почему всегда мы, в том числе и вот, не знаю, у «Кобара Шума» очень мощная программа, связанная с театром. У нас один день, из наших четырех пока, которые мы работаем в неделю, это всегда показ какого-то испытания, либо что-то, какого-то театрального. Я не буду, знаешь, это все то, что нельзя унести в том, как любишь ты. Такие мне не нравятся. Здесь не вот так. Да, мне нравится, да. Спасибо. Мы же договорились, что я… Здесь про мои двухтысячные. Здесь про Мариночку. Здесь про Мариночку. Привет, Мариночке. Так, ладно, вернемся. Извините, извините. Мы вам за комментарии, да. Можно мы… Да, что у нас количество креатива на квадратный сантиметр, ну, оно зашкаливающее в 50-м. Мы просто даже если посмотреть на то, что, по сути, в «Кобара Шума» три заведения. Да, это «Кобара Шума», это «Барлиля», «Барлиля», да, в которой мы находимся на… Например, Арчем, в смысле, Балаева, да? Да, да, да. Ну, привет, Арчема Балаеву. Мы когда-то работали с «Собакей Руни». Он мог бы быть, но сегодня не существует, поэтому его понимаешь. Так, можно опуститься на столешницу и как-то… Ты мне скажи теперь. Как жить дальше? Да, как жить дальше. То есть это, это как бы… Слушай, я предлагаю тебе все-таки, как и со всем другим и остальным, бесконечно экспериментировать. И, вы знаешь, Фаша… То есть все-таки встал и я, пидором. Не без этого. Понимаешь, век, ну, да, я не буду договариваться. Мы же с тобой обсуждаем. Понимаешь, вот когда… Я же тебя спросила, как встать с кровати, когда вот все длинное, и сплин, и бренд. Ну, я это делал каждый день. Экспериментируешь. Да, вот ты экспериментируешь профессию, и, знаешь, у нее в одну, в другую сторону. Я буду экспериментировать с «Снегрони», пока на первой морщины не лягут на лоб. Танечка, значит, давай так. Деточка, мы очередной раз укажем там твои координатики, регалии и прочее, чтобы все-таки к тебе приходили, покупали твои суперические… Нет. А зачем? Все будет красиво. Мы ничего не скрываем от людев. Мы победители конкурса «Мистер и Миссис Честность». И журнал «Собака.ру» хотел нам вручить тарелку за это, но, к сожалению, к сожалению, поскольку я бывший работник этого журнала, они решили, нет, это будет коррупция. А вы прям поругались, разошлись? Я люблю тебя. Ты знаешь, когда я работаю? Я в 2003 году там работаю. Столько не живут. Когда были же мои жирные годы? Да, да. И ты наверняка смотрела последний фото. Я начинала с конца смотреть. Чтобы у меня была шляпка, понимаешь? Чтобы где-где я хочу посмотреть. Да, да. Так вот, соответственно, мы разместим там все ссылочки, поэтому ходите к Тальничке. Ну, ко мне вы и так ходите, поэтому как бы… Можно я тоже к тебе буду ходить? Можно я тоже к тебе буду ходить? Ходи, деточка. Я буду ходить. А группа твоих фанатов, она… Она неизменна. Она неизменна. Она неизменна. Я думаю, она анонизма. Что-то у меня такое. Хорошо, все. Ну, что, мы сегодня с тобой… В общем, я предлагаю не мерить все-таки, знаете, ничем и ничего. Конечно. Потому что времена… Времена такие… Времена живые, подвижные, понимаешь? Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешься, пожалуйста. Это точно. На том и закончился. Да, все. Комментарии туда. Пока. Все. Так что, да.